Привет! Сегодня хотел бы поговорить с вами об одной замечательной машинке от Эндис. Это роторная сетевая машинка с ножами стандарта А5, то есть это быстросъемные ножи Эндис МВП. Такая вот коробочка, в общем-то обычная для Эндис, на которой у нас перечислено кучи характеристик на английском и испанском. Основной рынок для них это США, где вот два наиболее распространенных языка, наверное. Как уж там Трамп не борется, но тем не менее испаноговорящих довольно много в США. Итак, ну давайте посмотрим поподробнее, что же у нас прячется в этой коробке. Итак, упаковка довольно-таки стандартная. Аглокулатура, машинка, масло, почему-то нет щеточки, ну да бог с ним, зато есть второй нож. Итак, машинка идет в комплекте с двумя ножами. Ножи, как я уже говорил, быстросъемные, стандарта А5, и в комплекте идет два ножа. Нож номер 1, 2,4 мм, и нож номер 3,0 мм, полмиллиметра. Ножи немного отличаются по ширине. Нож номер 1 пошире, нож номер 3,0 мм поуже. Зачем сделано так, не знаю, но тем не менее. При этом можно заметить, что нож на полмиллиметра, 3,0 мм, у него зубчики все-таки имеют довольно большие расстояния между собой, и длина у них относительно большая, так что, в принципе, этим ножом на полмиллиметра можно снимать массу. Ну, а уж как он будет делать окантовку, ну, я думаю, не слишком чисто, опять же, из-за расстояния между зубцами. Напомню, что практически все ножи стандарта А5 довольно легко регулируются, длина среза, то есть вот расстояние между верхним и нижним ножом достаточно ослабить винты, и можно двигать всю эту конструкцию вперед-назад. Дальше. Машинка. На картинках, честно говоря, я смотрел и думал, что это у нас металл. Нет, на самом деле это пластик. Ну, поскольку это эндис, то пластик довольно-таки высококачественный, с каким-то перламутром внутри. Ну, я бы не сказал, что смотрится как-то очень попсово в стиле поняшек там или каких-то маленьких девочек. Смотрится довольно красиво и уместно. Чёрный материал – это резина, это не софт-тач пластик, да, это именно резина, поэтому машинка в руке сидит, ну, практически намертво, даже немножко прилипает к руке. Диаметр небольшой, если сравнивать с другими машинками, то я думаю, где-то в том же районе, что и диаметр корпуса у Moser Chrome Style. На мой взгляд, очень удобная машинка, очень удачная. Здесь тоже небольшая, в моей руке вообще замечательно обхватывается, но я думаю, даже и в руке девушки будет сидеть довольно-таки хорошо. Крепление. Крепление по стандарту А5, причём крепление здесь идёт без кнопки-защёлки фиксирующей. Просто закрывается и всё. Дальше. Привод. Привод здесь идёт от эксцентрика. Здесь нет таких мудрёных передач, как, допустим, Wuster 97 или как Moser Max 45, Moser Class 45. Здесь идёт напрямую практически передача. Механизм такой я встречал только у Эндис, подозревая, что он патентованный. Вот эта вот деталька, выполненная из пластика, допустим, к машинкам Эндис АГЦ 2 Ultra Edge шла запасная в комплекте. Где-то я встречал информацию, что хватает её ресурса на 5000 часов, этой детальки. Ну, даже если вдруг она у вас сломается, я видел их отдельно в продаже, то есть можно купить отдельно, когда она износится. Она, несомненно, износится, поскольку это расходный материал. Дальше. Что? Мотор здесь используется постоянного тока. Такой вот мощный прямо преобразователь преобразует, выдаёт на выходе 5,5 Вольт, 2,5 Ампера. Это получается где-то 15 Ватт двигатель у этой машинки. 15 Ватт, это, конечно же, гораздо меньше, чем 45 Ватт. Допустим, у Моза класс 45, Макс 45 или у Остер 97. Но, тем не менее, не надо забывать, что это роторный мотор постоянного тока. То есть это довольно много 15 Ватт. Если говорить о человеческом волосе, то, в принципе, не представляю себе, какой должен быть волос, чтобы вот эта машинка у нас немножко хотя бы сбавила ход. Очень большой запас по мощности. Для животных, наверное, потянет не для всех. Для животных индисы выпускают машинки на 35 Ватт. Это у них самый мощный мотор считается. Здесь, повторюсь, около 15 Ватт. Что ещё? Машинка достаточно лёгкая. Сейчас на вскидку вряд ли найду на упаковке, поэтому давайте сделаем проще. Давайте я возьму свои портативные весы и просто положу машинку на них. Итак, ноль. Положили машинку. Вес без провода и без ножа составляет порядка 290 граммов. 290 граммов, чтобы вы знали, это вес машинки Мозер Хромстайл. Или, допустим, 260 граммов весит машинка Волл Беретто. Или 290 граммов весит машинка Волл Мэджик Клип Корлис. Ну и где-то так же весит Волл Супер Тейпер Корлис. То есть вес этой роторной сетевой машинки такой же, как у вроде бы более лёгких, в нашем понимании, аккумуляторных машинок. Действительно, очень удобная машинка, очень эргономичная. И к тому же приятный бонус 2 скорости. Если верить упаковке, то машинка работает на скоростях 2800 и 3300 оборотов в минуту. Ну, основной скоростью всегда является меньшая. Для того, чтобы ножи меньше нагревались. Если вдруг вам захотелось, можно включить на максимальную скорость, для того, чтобы просто быстрее доделать свою работу. Надо ли это? Я не знаю. Наверное, больше и лучше. Не забывайте, что при этом ножи будут сильнее греться. Ну и не забывайте ножи смазать. Итак, сегодня мы говорили о машинке Эндис. Такой вот замечательный. Корпус пластик с прорезиненными вставками. Отличный шнур. Профессиональный. Круглый. Достаточно мягкий. Две скорости. Ножи быстросъемные стандарта А5. В комплекте два ножа. Номер 1, 2,4 мм. И номер 3,0, 0,5 мм. Очень лёгкая. 290 грамм. Прошу любить и жаловать. На этом, пожалуй, всё. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун. Заходите на наш сайт-магазин Енот Постригун. На этом, пожалуй, всё. До свидания. Продолжение следует...